Приветствую вас на первом синичном канале из города Махмутлар. Друзья, вчера на стриме на лайв-канале прозвучала очень положительная инициатива провести встречу в Москве. Ну, без меня, разумеется. Просто комрады захотели сами встретиться, сказали Иоганн Киньклич. Я с удовольствием. Я такие мероприятия всегда поддерживаю. Я всегда говорил, что самое главное это ваше живое общение. Ваши какие-то мини, скажем так, клубы по интересам. Потому что встреча собирается 20-30 человек, но реально потом комрады сбиваются там по интересам по 4-5 человек. Поэтому, друзья, с удовольствием. Давайте с технической стороны начнем. Я уже вчера на стриме осветил, может быть, кто-то на стриме не был. 19 июня, это суббота, вот ближайшая суббота, в 13.00. Где пройдет? Ну, в 13.00 по Москве, понятно, да, встреча в Москве проходит, поэтому по Москве. Где пройдет? Это Тропаревский лесопарк. Ну, назовем это так. Он по-разному назывался. Как он сейчас называется, не знаю. Он когда-то был 22.00 съезда КПСС. Смотрите, метро Тропарева ближайшее. Можно от Юго-Западной, но ближайшее Тропарева. Вот здесь, в описании этого сюжета, будет ссылка на другой сюжет. На сюжет, в котором я говорил о том, что там есть скамеечка одна в этом парке. И, как бы, приходите на эту скамеечку, садитесь и пытайтесь выйти на связь с уже, как говорится, покойными камрадами мужского движения. А вось, как бы, кто-то придет и ответит на ваши вопросы, как оно на том свете живется и так далее. Я предлагал в свое время обязать себя словом чести, что если вы раньше уберетесь с этого света, то в случае, если вас будут вопрошать, то вы придете и ответите на вопросы. Вот. Такая, как бы, скамейка обмена информацией между мирами. Так вот, обязательно посмотрите этот ролик. Я там прям непосредственно выхожу из Тропарева, метро Тропарева, и потом с камерой я шел прям до этой скамейки. Просто там ускоренно все идет. То есть вы не потеряетесь по маршруту. Вы прям можете открыть на телефоне и увидеть, как я шел. Вы будете видеть эту дорогу и идти просто с путеводителем. Вот. Разумеется, я опубликую координаты точки еще в описании. Ну и непосредственно вот тот ролик тоже посмотрите. Там без координат вы спокойно дойдете. Встречайтесь в час дня 19 июня. Надеюсь, что никого не смутит мое отсутствие. Я действительно на таких встречах уже как бы не особо нужен. Главное, что вы встретитесь. Главное, что будет общение между вами. Дальше еще по технической части. Если хотите пикник, не надейтесь друг на друга. Просто говорю вам, как человек, который организовал предыдущие встречи, практика показывает, что все друг на друга надеются и потом остаются с носом. Хотите взять мангальчик? Не надо смотреть, что там 10 человек отписало, я возьму мангальчик. И вы думаете, ну зачем 11? Он будет первый, друзья. Он будет реально первый. Да, там было 10 отписавшихся, но ваш мангал может оказаться единственным. Поэтому хотите взять, взяли. Не смотрите, что там не нужно. Дальше. Здесь же, в описании этого сюжета, будет ссылка на нашу группу. Территория свободных мужчин. Там я опубликую этот ролик. И под роликом в обсуждениях можете как раз стыковаться. Вообще, я бы вам советовал избрать модератора себе. Кого-то назначить модератором. Вот. Может быть, сам кто-то выдвинется. Человек, который бы так прикинул примерно там, сколько мангалов. То есть, уже бы поговорил с конкретными людьми, что конкретно вот ты возьмешь. Вот. И так далее. Там уже, блин, на месте, наверное, скиньте, там, я не знаю. Ну, смотрите сами, скиньте там, поскольку-то мясо возьмете. Мы обычно так делали. То есть, никто мясо с собой не вез. Мы на месте скидывались, там, рублей по 300. Засылали там небольшую группу в магазин. И, собственно, все по желанию брали. Мясо брали, там, какой-то алкоголь уже по желанию каждый там называл, чего взять. Вот. Ну, там, если какие-то пожелания большие, понятно, с вас там побольше будет. Вот. Все. Вот техническая сторона, она так делается. Чем больше людей встретится, тем лучше. Да, разумеется, этот парк, это в пешей доступности от того места, где я жил в Москве. Поэтому любые материалы, во-первых, я их опубликую о вашей встрече. И это будет пример многим камрадам в многих регионах. Может быть, там тоже проведем потом. Во-первых, опубликую. Во-вторых, мне это будет даже приятно. Посмотреть родные пенаты. Вот. Все, друзья. Я заранее желаю вашему собранию, как говорится, вообще просто всего-всего, просто чтобы хвост пистолетом встречайтесь, обменивайтесь контактами, общайтесь. Может быть, будете совместные проекты какие-то проводить. Может, просто людей будете вытаскивать из параши откровенной вместе. Может быть, с той же эмиграцией будете вместе работать. Как вариант более дешевой эмиграции снять где-то изначально, если денег маловато, изначально снять на несколько человек, допустим, жилье, раскидать затраты на жилье. Да почему нет? Ставьте вопросы. Что я вам еще бы советовал? Вы все-таки вот приехали, встретились, да, о, круто там, пообщались. Это все здорово. Это правда здорово. Это нужно, друзья. Это очень круто и очень ценно в нынешнем мире. Но что бы я еще советовал? Поставьте повестку. То есть, вот будете собираться, прям каждый пропишите вопросы. И в первой части встречи, ну, как бы проголосуйте, какие вопросы вы будете детально обсуждать. То есть, по той же эмиграции я бы советовал вам поднять этот вопрос на повестке. То есть, обсудить, кому интересно. И, может быть, уже на третьей части последней встречи разойтись по группам. То есть, вот, грубо говоря, Иванов, Петров, Сидоров, интересная эмиграция? И мне интересно. Пошли поговорим. Вот, подумаем. То есть, все-таки, такое взаимодействие практическое, оно осуществляется, ну, больше в тесных группах. 30 человек не смогут делать сразу проект. Вот 30 человек собрались, они первый раз друг друга видят. Они не смогут проект делать. А 4-5 смогут. Точнее, знаете как? 4-5 начнут, из них парочка отскочит, и останется двое-трое. И вот они сделают. Вот. То есть, кто-то не впишется в любом случае. Но вот эти сделают. Вполне возможно. Поэтому, ну ладно, это все, как говорится, практика. Это все утилитарно. Друзья, классного вам общения. Давайте. И присылайте на тоже, это, выборы 2017. Почта там в описании есть. Все материалы. Фото, видео снимайте. Выложу и на канале, и в группе. Все, 19-го в субботу, в 13.00. Координаты будут здесь. Тропаревский парк, метро Тропарева. Скамейка. Там, где объединяются Камрадские миры. Этот и следующий. Мужского движения. Ссылка на ролик, в котором будет показан маршрут, тоже в описании. Все, давайте. И небольшой пасскриптум. Друзья, совсем забыл, когда делал объявление. Там какая-то сейчас нездоровая суета в Москве идет по поводу барановируса. Вроде бы в парках сейчас гулять можно. То есть саму встречу провести можно. Там детскими площадками нельзя пользоваться. Короче, какая-то дичь очередная. Так вот, обязательно выйдите в группу, где будет обсуждаться встреча. И перезнакомьтесь друг с другом. Потому что, черт его знает. Сегодня вот сейчас я снимаю. Сейчас понедельник. Я снимаю на субботу. Пока что можно. Пока что это все законно. Может быть, к субботе там уже черти перекроют парк. Что тогда? Тогда думайте сами, решайте сами. Как вам и где встретиться. Самое главное, перезнакомьтесь. Чтобы не было так, что кто-то поймет, что не получится. Потому что был момент, когда там перекрывали и менты ходили по паркам. Нельзя было в парк попасть. Вас просто прижмут, если там перекрыто будет. То есть на всякий случай. Перезнакомьтесь друг с другом. Поймите, кто будет встречаться. Кто будет во встрече участвовать. Прям клич кинем, давайте, в группе. Чтобы переписались. Или там, не знаю, модератора какого-нибудь изберем. Ему пусть напишут. Ну, чтобы не было так, что половина пришла, половина не пришла. Понятно, что если ничего не происходит до субботы, то все нормально. Все приходят, все нормально. Тут вопрос как бы актуализируется, если до субботы какая-то трешатина очередная будет. Там ужесточение чего-нибудь. Вся эта херня, короче. Вот. Короче говоря, тоже вот этот момент нужно учесть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...